Когда ты провел 100 свадеб, а я провел 99, праздник для тебя перестает быть праздником. Почему я решил завязать? Ну, во-первых, мы с другом покупаем собственное производство мебели. Ну, а во-вторых, знаете, небольшие неудачи, плохие фотографии, невкусный свадебный торт, они не помешают жизни счастливых людей. А те, у кого уже что-то не так, знаете, что они просят? Можете что-нибудь оригинальное? Это же дядя Миша. Ну, не знаю, может быть, чемпион по пенному марафону. «Жигули-2009». Пойдет. Хорошо, я думаю, мы закрепим за пару дней. Интересно, что вы снимать начали с первой встречи. Потом-то как интересно будет посмотреть, как все готовилось. Вот у меня, к сожалению, со своей свадьбой ни одной фотографии не осталось. Только простыня. Какая простыня? Молодежь, традиции не знаете. Ну, мы основные вопросы решили, а детали Степочки уж как-нибудь сами. До свидания. Извините, что я вас с невестой перепутал. Хорошего ведущего нам нашли. Вот все бы так. Конечно. Конечно. Слушайте, а вы можете на свадьбе кого-нибудь убить? Сделайте что-нибудь крутое, что-нибудь крутое сделали. Сначала торт уронили. Артист ногу сломал. Все постановка, конечно. Но после пары случаев мы не рискуем. Ваша бабушка нас засудит. Вы что? Не волнуйтесь, я ей все потом объясню. А вам заплачу. Причем здесь деньги? Вы представляете, какой риск? Скорую надо будет вызвать. А из гостей вообще кто-нибудь согласится? Ну, запоминается только самое яркое. Бабуля сказала, что все оплатит, да и организацией займется. В итоге все решала она. Конечно, я хотел, чтобы никто ничего не запомнил. Вместо врачей наймите актеров. А из гостей кого угодно. Скажите, я попросил. А если ей кто-то заранее расскажет? У вас не свадьба будет, а какой-то скандал. Уж уж и скандал. Значит, если вы решите, сразу же после свадьбы 200 тысяч. Для всех это будет сюрприз. Что за сюрприз? Что-то так долго. Знакомьтесь, Леночка. Па. Вел. Очень приятно. Очень приятно. Кристина. С Пашей мы были знакомы. Учились вместе. Свадьба, конечно, такая себе вышла. Только детям байки рассказывать. Вечно ты где-то изляпаешься. Может, он хватит. Большой мне пиджак. Пиджак деда – это реликвия. Ничего, что он тебе квартиру подарил? Вот Ленечке он почему-то небольшой. Да? Отличный пиджак. Да, мы не родные, братья. Нас обоих из детдома взяли. Ну, а что касается свадьбы, я думаю, все люди как-то полигамны. Полиамория, может, слышали? Букет когда забирать? Какой букет? Я тебе говорил, букет заказать. Этим всегда свидетель занимается. Ничего ты не говорил. Святы не проблема. На каждом углу, в каждом магазине. Ленечка, а ты у нас когда женишься? Как девочку найду так сразу. А ты на вашу обрати внимание, хорошая девочка. Вот я там начну на свадьбу кричать. Сладко, сладко. А ты сама – ах! Ладно, бабуль. Николас, так это тоже одевать? Надевать. Да и все было не так. Скатерти, алкоголь, картошка, одежда моя, официант. И это что, по-твоему, француз? Ну да, Леоне вырос. Бонжу, мадам. Манчанте. Ты меня убить хочешь? Я на выкупе должна быть, а еду сюда. А тут конь не валялся, учти. Если что-то пойдет не так, я тебя засужу. Ты же все сделала, как она меня просила. Понимаешь? Какая девушка? Что она хотела? Да я знаю, знаю. Где с тобой? Это очень важно. А если я пришел сюда? Это мы в нашей комнате? Конечно. Самое главное на свадьбе – это же любовь. Что-то я с утра так умнуюсь? Мне кажется, со свадьбой мы поспешили. Да ничего не поспешила. Конечно, она поспешила. Она полгода назад рассталась с Пашей, но который им свадьбу вел. А потом этот программист, квартира своя в Москве, ну, подарил он ей кольцо. А потом он где-то прочитал, что, мол, кольца просто так не дарят. И позвал ее замуж. А она что-то и согласилась. Может быть, отменить все? Может, там какой-то сюрприз подготовил? Да какой отменять? Ну, если что, разведешься. О, приехали. А брат его ничего такой. Маш, слушай, по поводу брата. У нас там одна ситуация сложилась? Я ведь не просто так сомневаюсь. Сейчас Степа придет, все сомнения улетучатся. Пойду открою. Кажется, я его не люблю. Какой новый покупатель? Я тебе говорил, надо сразу задаток оставлять. Мы только цене теперь год искать будем. Да где я тебе 200 тысяч возьму? Ладно, я перезвоню. Здравствуйте, вы алкоголь привезли? Нет, это я себе. Дядя Миша. Я в списке должен быть. Михаил Петрович. Дядь Миш, вы розыгрыши любите? Конечно, люблю. Я, кстати, даже невесту хотел украсть. Замечательно, но тут все гораздо интереснее. Можете притвориться мертвым? Нет, 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 нет. Не сейчас. Часов 8. Все соберутся вокруг. Вы как будто не дышите. Приезжает врач. Это мой друг. И тогда мы весь секрет и раскрываем. А это не испортит свадьбу? Нет, это сам жених придумал. А как мне упасть? Может быть, мне скатерть за собой стянуть? Дядя Миш, ну, просто сползти надо и потерять сознание. Все. А может быть, мне тарелку на пол кинуть и закричать? О, сердце! Нет, нет, дядя Миш, можете просто сползти и потерять сознание. Хорошо. Одну секундочку. Да. Ага. Слушай, а у тебя ведь был медицинский халат? А-а-а, сердце! Все говорят горько, а я говорю сладко! Сладко! Я поначалу даже людей пилил. Первый блин комом. Здравствуйте! Сегодня по наведам знаменитого Александра Таркубовского я покажу вам фокус с кислотой, которая может прожать все, что угодно. Платок. Кислота. Разожгу. А теперь я это выпью. Папа сжигает рот. Ну ничего, у меня есть противоядие. Вот оно. Ну а теперь все в порядке. Так, а теперь мне нужен доброволец. А давайте я. Ах, самый честный мировой судья города Москвы. Елизавета Игнатьевна, ваши бурные аплодисменты. Пожалуйста. Пейте из моих рук. И второй блин комом. Здесь в туалетные пути выпьете быстро. Не волнуйтесь, все это была одна большая иллюзия. Помогите, человек не дышит. Ой, кажется кто-то умер. Я танцор. Ну вот оттуда у меня этот халат и остался. Быстро ты. Смотри, там мужик. Он в общем притворился, что спит. Может реально спит. А как он выглядит? Бородатый такой в майке, он там единственный. Пощупаешь ему сердце, послушаешь его этим стробоскопом и скажешь время смерти. А потом такой хоп, розыгрыш. И танцевать? Да. Ну, погнали. Так, где я больной? Там. Идите скорее. Спасибо, вы меня спасли. Просьба клиента законной. Я вообще не могу поверить, как вы ее уговорили на это. Кого ее? Бабулю. Вот, все. Несчастный случай на свадьбе это плохо. Смерть на свадьбе это еще хуже. Но убийство? А ведь тогда мы даже не знали, что это убийство. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Бон, бри, не памьер. Здравствуйте, мадам. Pardon, миссию. Здравствуйте, миссию. А-а-а-а-а-а-а. Времен? А-а-а-а, я expressionю не путэльно, про-вус. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok